В первую очередь журналистов интересовал вопрос с должностью министра экономики Бурятии. Как заявил сити-менеджер, официально предложение занять это кресло ему не поступало. Однако руководитель администрации прекрасно понимает, что его опыт и докторская степень в области экономических наук могли привлечь внимание главы республики. Человек команды. Поэтому если мне скажут, что я нужен там, пойду туда. Сегодня здесь, значит и здесь. Поэтому, ну, не мне оценивать. Будет предложение, наверное, будем думать, решать, как делать, что делать. Сегодня меня вполне устраивает, да, на работе. Зато, как выяснилось, деятельность сити-менеджера не устраивает некоторых наших коллег. Они назвали Зандруса Нгадиева кабинетным работником. Я не знаю, откуда вы взяли, если спрошите его, встречи с жителями и так далее. Единственное, что я не прошу там журналистов быть спрашивать, потому что у нас идет процесс работы. Он тяжелый, нутный постоянно. Во всех районах я побывал, со всеми, например, встретился. Затронули тему с премиями работникам администрации. Напомню, из-за нехватки денег в бюджете мэру Улан-Удэ ее выплачивать не будут. А что же с остальными, в том числе и с нашим собеседником? 4-5 тысяч, это 20 процентов. Почему нет? Я сказал, пожалуйста, давайте, посчитайте. Осталось, и мне говорят, сегодня где-то в районе 20 процентов остается. По мне вопрос еще не решен. Мне сказали, что экономик где-то 60 тысяч есть. Если получится из них, я тоже где-то 20 процентов могу получить. Мне сказал мой бухгалтер, порядка 40 тысяч может выделить прибыль. Но нужно распоряжение. Пока сегодня распоряжения нет. На вопрос, что сети-менеджер считает своей главной победой, Зандрас Ингадеев ответил очень пространно. Отмечу, что пресс-конференция все же оставила вопросов больше, чем ответов. Ася Касьянова, Евгений Павлов, Новости дня.